Всем привет! Еще раз хотела вам показать наш маленький винный погребок. Во Франции очень часто встретишь «Cave du vin», то есть винные погребки, где продают различные вина. Это частные предприятия, которые относятся к частным владениям виноградника. У нас в Лансоне называется «Coteau de Lanson», «Provence». «Coteau» происходит от слова «кот», то есть покатый склон, где растут виноградники. Сейчас мы попробуем зайти и попросить. Можно снимать? Пойдемте, посмотрим, что нам ответят. Ну вот, мы зашли в наш маленький погребок, где очень много вина. Нам повезло, нам разрешили снимать все. И сейчас мы вам покажем. Пахнет очень-очень вином. Вот, смотрите, здесь стоят такие машины. И вы можете покупать вино, уже разлитое в бутылках. А также вы можете попросить наполнить вот такие вот видончики. Вот мужчина сейчас будет как раз наполнять, мы и посмотрим. Вы выбираете вино, которое вы хотите. Вот, например, розовое вино, которое стоит евро девяносто. Вино очень хорошее, но оно намного дешевле, чем в бутылках. Есть также биологическое вино. Ну, разные-разные сорта вин. И вот, посмотрите, как это происходит. Ты выбираешь вино и наполняешь свой куби. Это называется такая пластмассовая емкость, сколько хочешь. Бонжур! Ну, а здесь уже расфасованное вино. Все украшено к Новому году. Очень красиво. Различное-различное вино. Можно сразу купить в коробках. Шампанское. Сразу можно купить украшения, подставки с вином. И вот такие подарочные упаковки. Это вот лансон. Это вино нашего региона. Вы знаете, что вино лучше подавать вот в таких карапах. Как по-русски, я уже не помню. Так как вино, оно как бы нужно, чтобы оно дышало. У нас тоже дома есть вот такой графин. Я вспомнила. А вот есть такие огромные-огромные бутылки. Прямо как на свадьбу. Берете такую одну бутылку и можете напоить всю вашу компанию. Ой, солнышко, надеюсь, что вам все видно. Бажор, Влад. А здесь всегда в Каулах уже сделаны подарочные упаковки. Очень красивые. Чтобы не заморачиваться с подарками, можете прийти во Франции очень часто и купить вот такую корзинку с различными продуктами региона. Тут паштеты, мед, вино. Можно выбрать хоть какую. Цены вот примерно 28 евро различные. А теперь мы пойдем в сторону всяких различных вкусняшек, чая и приправок. Вот, посмотрите, какие витрины. Это различные приправки биологические, базилик, соль, тмин, перец, оригам. А здесь различные чаи, которые тоже нам можно дарить. Вот, смотрите, новогодний тизан, то есть из травок. А это вот такие новогодние тоже подарочные чай в виде книжек. Очень красиво. Ну, а это специальный литей, как я вам сказала, уже провинции Нуга. Нуга. Во Франции, чем мне нравятся все эти кавы, потому что здесь очень много всего натурального, биологического. Вот, например, различные мыльца, мыло, которое делают руками. То есть, ручная работа. Очень-очень вкусные, вкусно пахнут свечи. Тоже все натуральные, из натурального воска. Цены, конечно, дороговаты, но в подарок прекрасно. Вот тоже всякие мыло, гели для душа и все-все натуральное. Посмотрите, какие красивые консервы в коробочках, которые вы можете сохранить на всю жизнь. Тоже очень хороший подарок, мне кажется. И различные паштеты, сделанные вручную. Все для гурманов. В Франции это одни гурманы. А здесь у нас оливковое масло, биологическое оливковое масло, которое очень-очень хорошего качества. Всякие бальзамические уксусы с различными добавками. Это вот с красным, со сладким перцем, это с манго. Различные сиропы. А вот я вам покажу это печенье, которое называется Навет. С вкусом флер д'оранже, апельсина. И это вот тоже провансальская сладость. Очень-очень популярная. Различный мед. Мед. Лавандовый. Вот этот лавандовый мед, самый любимый моего сына Влада. И разные. И я вам хотела показать, тоже французы любят на Рождество конфи. Это как маринованные, как конфитюры из мандаринов. Сразу в кожице. Это сладко, конечно, но очень вкусно. Французы также очень-очень любят подставки под вино. Смотрите, какие различные, очень красивые подставки. Они любят их покупать и дарить в виде подарка. Неплохо? Останется такой подарок на всю жизнь. Очень-очень часто в таких маленьких погребках Кав-Дювен продают ручную работу. Это называется артизаналь. То есть люди, которые делают, расписываются свои руками. Они просят выставлять на продажу вот в таких маленьких частных погребочках. Смотрите, красивые какие изделия. А теперь мы пойдем выберем вино на подарок дедушке. И мы обязательно вернемся в этот маленький погребок, потому что нам обещали провести дегустацию вина. А мужчина, который проводит дегустацию, сломал ногу и теперь только вернется через 6 недель. Ну, мы обязательно вернемся сюда. Вот мой муж выбирает вино. Чего францеры рушили? Ну, вот я вам показала наш маленький винный погребок. Спасибо, что оставались со мной. Подписывайтесь на мой канал Elena France. И до новых интересных прогулок в Провансе. Продолжение следует...